20 лет Польши в блоке НАТО Большой путь и ответы на клиши в российских СМИ Дельфи, Литва ЗРК, МИМ 104 патриот во время совместных американско-польских учений в Сахачеве Источник изображения AP Photo, Зарк Соколоский 20 лет назад Польша вступила в НАТО Хорошо это или плохо для страны? Автор бывший вице-министра обороны Польши отмечает, Что Альянс нельзя назвать идеальной организацией А польские эксперты рассказывают о новой эре Дядях из Вашингтона и Брюсселя и развитии собственных военных технологий Точка Россия и НАТО На основе твердого обязательства, принятого на высшем политическом уровне Будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евроатлантическом регионе На принципах демократии и безопасности Основывающийся на сотрудничестве Точка Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации И соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества Настоящим актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием Общие обязательства России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы Единой и свободной, на благо всех ее народов Читая эти строки сегодня, можно подумать, что перед нами типичный пропагандистский материал Со свойственными текстом подобной направленности пафосом и контегоричностью А между тем, это выдержки из преамбула основополагающего акта о взаимных отношениях Сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора Подписанного в 1997 году незадолго до самого масштабного расширения НАТО на восток За годы существования документа у партнеров по безопасности в Европе и мире накопилось друг к другу немало претензий Которые часто становятся информационными поводами Польша своеобразные ворота Евросоюза и НАТО для жителей Калининградской области Возможно, поэтому ей по-соседски уделяется особое внимание федеральной и местной прессы Особенно когда дело касается Североатлантического альянса К 20-летию Польши в НАТО мы постарались найти ответы на наиболее язвительные замечания российских СМИ В адрес ближайшего соседа среди высказываний польских дипломатов, политиков, экспертов, журналистов из открытых источников Но для начала немного статистики В 2019 году Центр изучения общественного мнения КПШ провел репрезентативный опрос, который показал, что членства Польши в НАТО считают гарантией независимости 62% поляков 42% респондентов считают вступление в альянс историческим событием 44% опрошенных поддерживают вступление страны в Североатлантический блок Еще 36% скорее поддерживают, категорически против только 0,5% Каждый пятый респондент, 19%, ответил, что членство в НАТО просто одна из форм подчинения чужой державе В 2014 году подобным образом отвечал каждый четвертый поляк, 26% Кроме того, 65% не имеют ничего против присутствия в стране войск другого государства Теза, членство в НАТО это добровольный отказ от суверенитета и авиабаза И Форт Трамп, и склад для американской военной техники Варшава, похоже, готова на все, лишь бы в очередной точке Польши развивался американский флаг Наверное, так и выглядит отсутствие суверенитета Источник С самоубийственным удовольствием, Польша делает себя вероятным полем боя Антитеза, вхождение в этот блок означало принятие на себя как значительных обязательств Например, в сфере гражданского контроля над армией, чего не было в польской традиции Так и определенных действий в будущем в рамках, предусмотренных Вашингтонским трактатом Членство в НАТО приводит к тому, что польские вооруженные силы включаются в надгосударственные структуры Совершается обмен военными тайнами, а наши солдаты бывают под командованием офицеров из других стран Все это означает очевидную передачу надгосударственной структуре полномочий Которые раньше считались существенными для суверенности страны В рамках этой структуры все члены равные решения принимаются единогласно Хотя, конечно, решающий голос в НАТО принадлежит Соединенным Штатам Мы не имеем здесь делать классическим случаем уступки суверенитета формально или фактически В пользу доминирующего государства, как это было в рамках Варшавского договора Мы не можем себе представить ситуацию, когда США или другие страны-члены НАТО Огрожают нам военными или экономическими последствиями в случае неподчинения их воле Профессор Стислав Найдер, бывший директор польской службы вещания Радио Свободная Европа Источник www.tomk.org.pl Теза, НАТО, а точнее США, вынуждает Польшу покупать устаревшее вооружение по завышенным ценам Огромная часть этих, Министерства обороны Польши примечания Автора, расходов вовсе не идет на модернизацию польской армии А лишь на покупку американского вооружения Которое, впрочем, является устаревшим И очень часто эта техника, и на это стоит обратить внимание Самими американцами уже не используется Комплексы Патриот как раз такой пример А военным концернам выгодно кому-то это продать Тамаш Янковский, эксперт Европейского центра геополитического анализа Источник pl.sputniknews.com Польша военный секонд-хенд США Антитеза, последние аварии с участием постсоветских самолетов МиГ-29 Ускорили процесс привлечения новых истребителей для нужд Польши Страна стоит перед лицом беспрецедентных расходов на вооружение Сумма в 185 миллиарда злотых Таков план модернизации польской армии до 2026 года Примечание Автора Впечатляет Дэвид Пикаш, вице-президент Института Сташица Источник www.wnp.pl Мы заинтересованы в получении самого современного оборудования, как, например, истребителей F-35 Чуть раньше я подписал контракт на покупку систем Patriot И Mars Заканчивается эра по советской технике, используемой в ВВС Польши, а начинается эра техники пятого поколения Принципиально важно, чтобы польские пилоты, входящие в мировую военную элиту, располагали эффективными и безопасными машинами Мариуш Блащак, министр обороны Польши Источник www.wnp.pl Мариуш Блащак, Польша скоро присоединится к элитному кругу владельцев F-35 Этот контракт, на поставку вертолетов S-70 и Blackhawk, важен для всей авиационной долины, для всего Подкарпатья, для всей Польши Это соединение стратегии развития и обеспечения безопасности не только защита польского неба, но и укрепление нашей промышленности Контракт предусматривает сборку вертолетов в Польше Много польских фирм, малых и средних, получат возможность сотрудничества с польскими авиационными заводами PZL-Milek Входят в концерн Lockheed Martin Чтобы создавать здесь этот многофункциональный вертолет S-70 и Blackhawk Премьер-министр Польши Матиуш Моравецкий Источник www.https.tvn24bis.pl 4 вертолета для специальных войск Пусть эти черные ястребы охраняют польское небо Теза Поляки разочарованы НАТО Нет ничего удивительного в том, что люди начинают разочаровываться в НАТО Европу понемногу накрывает усталость от того, что американцы используют альянс в своих целях и помыкают теми, кому должны относиться как к равным союзникам Источник www.https.tvn24bis.pl А надо ли НАТО? Антитеза Я должен верить в НАТО и хочу верить в НАТО, как поляк 20 лет в НАТО показали, что это союз успеха и мы должны держаться за него и руками и ногами Генерал Ярослав Стружек, бывший военный атташе посольства Польши в Вашингтоне Источник www.https.tvn24bis.pl Сегодня наша армия обладает потенциалом и возможностями, намного превышающими те, с которыми мы вступали в Альянс Андрей Каркошко, бывший вице-министр обороны Польши, член Польского комитета на переговорах по вступлению в НАТО Источник www.rmf24.pl НАТО сегодня наша основная гарантия безопасности Только меня беспокоит один момент Иногда мне кажется, что наш взгляд на развитие Польши до определенного момента сводился к тому, что экономический рост до уровня Запада нам обеспечит дядя из Брюсселя А безопасность гарантирует дядя из Вашингтона Но так не бывает Американцы были нам необходимы в переломный период и нужны сегодня Но пришло время создавать польские технологии, поддерживать польскую науку Мы должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность, а не только что-то покупать и что-то просить у кого-то Витольд Юраш, публицист, бывший дипломат Источник www.polskiradio.pl Актуальны ли еще ценности, связующие НАТО Вместо заключения НАТО не идеальный союз, поскольку ни один союз не может быть идеальным Но до него в истории человечества не было создано столь масштабного, институционального союза Который функционировал бы настолько слаженно и эффективно, как Североатлантический блок Более того, на территории Польши союзники имеют все больше экономических, политических и других совместных интересов Томаш Шатковский С 2019 года постоянный представитель Польши в НАТО, бывший вице-министр обороны Польши Томаш Шатковский Право на данный материал принадлежат и на СМИ Материал размещен правообладателем в открытом доступе Оригинал публикации Материалы и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК НЕМ Материал